Начнем с главной темы, неприятный сюрприз. На подготовленном водоеме в Прибрежном обнаружены нечистоты. Купальный сезон открыт, но не все пляжи готовы принять желающих. Где можно искупаться этим летом и о чем стоит помнить любителям водных процедур и водоемов, расскажет Татьяна Лавренова в первом материале нашего выпуска. Ребята, за буйки не заплывайте, вернитесь, пожалуйста, в бассейн. А вот эта миниатюрная девушка работает матросом-спасателем на озере Шенфлис уже второй год. Она с детства любит воду и даже состоит в клубе янтарной моржи. Спасать людей ей еще не приходилось, но неприятные случаи происходили. Один из них она помнит до сих пор. Мальчик, ему было 6 лет, сильно плакал, шел уже сюда к берегу ко мне. Мы уже были здесь, но не то что ко мне, он шел сюда за помощью. Я работала одна девушка-спасателем, остальные были мужчины. Я ему оказала помощь, мы его успокаивали, была с ним даже мама здесь. Все в порядке у мальчика, потом он приходил и купался, все в порядке у него. Водоемы – места повышенной опасности. В сезон уносит немало жизней. Одна из основных причин – это пьяные купания. В прошлом году в июле мы показали сюжет «Унесенные морем». Одним из героев был мужчина, который плавал на надувном единороге, но из-за течения не смог самостоятельно выбраться на берег. Благо, эта история хорошо закончилась, его спасли. На этом видео спасатели вытаскивают мертвое тело утопленника. В одном из водоемов города мужчина в нетрезвом состоянии решил искупаться и утонул. Принято порядка 40 пляжей, которые допущены и оборудованы всем необходимым для безопасного проведения отдыха у воды. Все места, разрешенные для купания, оборудованы спасательными постами, также медицинским сопровождением и имеется связь с экстренными службами. Но не так все радужно оказалось для озера ВСНТ «Мечта». 2 июня должно было состояться открытие пляжа, но неожиданно для всех купаться там запретили. В пробах воды обнаружили фекалии. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в Инстаграм. Визуально вода в карьере чистая, видимых загрязнений нет. По сообщению синоптиков ожидается жаркая погода, а это привлечет отдыхающих искупаться в этом озере. Официально с 1 июня купаться в карьере запрещено. На пляже уже вывешен черный флаг и установлены соответствующие таблички. На данный момент официальное купание разрешено на Голубых озерах, в озере Шенфлис, Пилавском и Карповском. В Приголе, на Нижнем и Верхнем озерах, на Поплавке, Лесном и Летнем купание запрещено. На Балтийском побережье тоже не все так гладко. На официальных пляжах Светлогорска и Зеленоградска купаться можно, а вот в Янтарном есть ограничения. Из четырех только два из них прошли сертификацию по стандартам голубого флага. Глава администрации муниципалитета Артур Крупин честно признался, первые проверки выявили нарушение, но с этим власти уже разобрались. Заключение выдадут до 4 июня. Татьяна Лавренова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, Город.